Так, ну шо, мои хорошие, шо я вам хочу сказать, шо я вам хочу сказать, образовалось у меня вот таких три выходничка, вот эти два я мотал, это все, вот этот намотан для ГМИ-11, я надеюсь, в ближайшие несколько месяцев я начну заниматься этим усилителем, все готово, все детали куплены, осталось только дело за простым, собрать все до кучи. Ну вот я что-то ради эксперимента купил вот это произведение израильских мастеров, якобы на хорошем железе, но якобы тут все по фэн-шую, купил я это за безумные, по-моему, 30 тысяч рублей, хотя большое у меня сомнение, что он столько стоит, но тут железо, ну, будем надеяться, что хорошее, такое железо само сейчас 1015, наверное, будет стоить на пару. Что хочу сразу сказать, немножко он меня удивил, у него индуктивность, я намерил всего около 33 генри, да, хотя мне казалось, должно быть больше. Весит он 3,7 килограмм, я сейчас взвешиваю, вот этот малепухонький весит 2,6, блин, большой, наверное, весы всего на 5 килограмм. Но этот больше, больше 5 килограмм весит, наверное, с небольшим. Вот этот 3,7, ну, короче, что я тут, я вам тут вскрыл рубашечку, посмотрел все выводы, посчитал, что у меня получилось. Тут, короче, намотка 4 к 5, 5 первичка, 4 вторичка, первичка, серединка намотана с переворотом, вот я там по направлению вход-выход провода, там, в принципе, видно все, откуда-куда заходит провод, ну, в какую сторону мотается. Вот, соединено, значит, что у нас от железа, да, вот здесь вот железо. Вот здесь вот железо, значит, первая намотка, ну, она тут выход, потом с нее идет с первой, с первого слоя в четвертый, с четвертого во второй, со второго в пятый, с пятого в третий, и третий уже на выход, который переворот, он идет на выход. И вторичка, немножко для меня неожиданно намотана тоже, ну, все слои, слои просто намотаны с выходами. И вот одни концы выхода, вот, то есть, первый слой в четвертый, последовательно, оба, тут, ну, по два, там, по два слоя, в обмотке по два слоя. Вот они идут последовательно в последнюю, в четвертую, и отсюда уже выходы. И точно такая же, вторая с третьей, тоже вот с одной стороны они друг в друга последовательно входят, и здесь выходы. Витки я примерно посчитал, там, толщина провода 0,4, 60 миллиметров примерно ширина намотки, это где-то по 150 витков. 21 слой, это у нас они намотаны вот так вот, 3, 5, 5, 5, 3, ну, это где-то 3, ну, по моим подсчетам, 3 150 витков, да, ну, может, плюс-минус, смотря сколько в слой там положили. Но провод достаточно толстый, 0,4. Ну, вся вот эта вот свистопляска, честно сказать, не помогла, потому что, сейчас дальше прикреплю измерения, ну, ПВЧ валит уже, с 10 килогерц уже начинает валить, уже где-то на 20 килогерцах, минус 3 и больше децибел. Ну, примерно, чуть, мне кажется, чуть-чуть, чуть-чуть получше вот этот мой. Ну, возвращаясь к этому, хочу сказать, что тут, наверное, тут изоляция, скорее всего, какая-то типа лавсана, наверное. Поэтому емкость большая, и это все губит вся вот эта вот свистопляска с секционированием, с переворотами, переворот себе в рот, как говорится. Окно тут хорошее. Окно тут... Хуй, знаю, как-то замерить, блядь. Ну, больше 22 сантиметров там окно. Да, в районе 2 сантиметров. Окошко. Ну, такое, небольшое, немалое. Может, было бы побольше. Чуть больше, может, 2 сантиметров. Вот. Ну, по ВЧ валит. Короче, немножко, конечно, расстроило меня это. Мне больше всего интересно было вот этот свой померить. Ну, тоже где-то на 20 кГц уже, наверное, где-то ближе к 3 децибелам завальчик. Ну, и нормально. Тут-то самая простая намотка 3 плюс 2. Просто все последовательно, поочередно включено. Я имею в виду первичка. То есть, первая, вторая, вторая, третья. Ну, и также и этот намотан. Тоже без каких-либо извратов. Ну, кстати, по ВЧ этот вообще хорошо. 20 кГц там завальчик. Небольшой, по-моему, там 1 децибельчик всего. По ВЧ, конечно, получше. По НЧ хуже. Эти по НЧ, в принципе, нормально. Ну, тоже не сильно там, наверное, до 20 герц. После 20 герц уже начинают серьезные завалы. Вот. Ну, короче, вот такие вот. Тут еще больше размусоливать. В принципе, я говорю, мне больше всего вот это было интересно. Сильно не подкачал. Я так примерно и рассчитывал. Так же нормально. Тут везде бумажная изоляция. Такие дела. Короче, ребята, не мотайте на... На что-то, кроме бумажной изоляции. Это все, видите, вот. Хорошая... Блин, там вообще пишет. Вот эта вся свистопляска с секционированием вас не спасет. Вас не спасет. Только хорошая изоляция бумажная. Вот. Надо будет вот этот уже разобрать. ЕЛ-11. Ну, вот в этом макетике я их замерял на ЕЛ-11. Думаю, пойдет. Все, что нужно, показал. А, ну, единственное, что еще можно добавить. У этого мы с вами мерили где-то под 40. Индуктивность у этого 33. У этого, по-моему, 20 с небольшим. Так что все. Дальше прикреплю измерения. Кому надо, смотрите. До новых, как говорится, встречоз. Так, ладно, погнали. Желтенький это у нас выход. Синенький вход. На входе у нас почти 3 вольта. На выходе 1,6. Ну, получается не усилитель, а ослабитель. Ну, это потому, что у меня включен только последний каскад. Что-то первый каскад почему-то не захотел работать. Не стал времени на это тратить. Поэтому подаем сразу на выходную лампу. Поэтому у нас получается ослабитель. Вот, значит, у нас 1 кГц. 2,9, 1,6. Да? 2,9, 1,6. 2,9, 1,6. Так, ну, посмотрим. Прямоугольник. Ну, вот такой вот какой-то прямоугольник. Вот так прямоугольник выглядит. Давайте без... Такой у нас прямоугольник. А если мы перескачем на 10 тысяч, ну, тут прямоугольник уже пиздец хуёвый. Просто херовый. Просто не передать. Такие вот дела. Ну, и смотрим. Значит, уже спад. На 10 кГц уже спад. Уже 10 мВ, да? Или 100 мВ. Да, 100 мВ. Ну, короче. Уже спад. Уже фаза идёт. Вот 1 кГц нормально. 10 кГц уже фаза набегает. Ну, и давайте 20 кГц. Уже 1,28 вольта. То есть, ну, чё-то вообще беда. Хочу вам сказать. Чё-то вообще беда. Я пробовал включать... Я думал, может быть, я сначала начал мерить. Чё-то хреново всё. Чё-то всё хреново. Но я думал, может, неправильно подключил, переподключил там, знаете, чтобы анод... В начало трансформатора было. Да, в начале обмотки. Честно говоря, по-моему... Ну, картина не сильно чуть поменялась. Всё так и было примерно. То есть, спад уже серьёзный. Давайте вернёмся. Попробуем. Так, чё у нас на одном килогерце было? 1,6. 1,6. Ну, давайте. Ну, спад начинается уже до 10 килогерц. Вот, 5 килогерц и пошёл. Потихоньку, потихоньку. На 10 килогерц вот так уже. 20 килогерц, 1,28 вольта. 30 килогерц, 0,9. 40, 0,5. 50. Ага, и вот пошёл ещё тут резонанс у нас. Вот он, пошёл. Небольшой взбрык какой-то. На 50 килогерцах. Ага, вот ещё что-то там. О! Пошёл. Ладно, там уже за сотку нам неинтересно. Короче, хреново. Вот так вот. Вот так вот всё хреново, я вам хочу сказать. Ладно. 100. Давайте так вот сделаем. 60 герц, 50, 40, 30. 30 уже пошёл. Уже завальчик. Камаз 20. Уже искажается. 7 герц уже искажена. Ну да, 5 герц уже. Ну не так плохо, но... Во-первых, уже и 400 милливольт. Ну вот, с 30 уже серьёзно падает. То есть, 30... 30 герц. 30 герц 1,5 вольта. 20 герц 1,36. Вот такие, блядь, пироги. Так, ну погнали теперь малыш ОСМ-04, да? Такая-то у нас картинка. 1 кГц. На входе... 3 вольта 1,7. На выходе 1,7 вольта 1 кГц. Прямоугольник... Прямоугольник 10 кГц. Ну... Тоже как-то, блядь... Тоже чё-то как-то... Как-то чё-то... Но не очень. Ну, на 1 кГц нормально. А... А, кстати, чё там... Пила на 10 кГц. Пишется, пишется. Так, ладно. И чё у нас получается? 10 кГц уже тоже какой-то завальчик. Давайте посмотрим откуда. Было 1,7, да? Ну, можно сказать, с 5 кГц тоже пошло потихоньку. С 5 кГц. Короче... Ну, мне кажется, чуть получше, чуть получше. Вот, 20 кГц уже 1,5 вольта. Ну, то есть, это на 20... Блядь, на 200 мВт, правильно? На 200 мВт меньше, чем на 1 кГц. Ну, это, грубо говоря, наверное, процентов 25. А 25 процентов... Это, наверное, типа в районе минус 3 дБ. То есть, на 20 кГц минус 3 дБ. Ну... Но могло быть и хуже. Могло быть и хуже. Я, честно говоря, на СИНа намного не рассчитывал. Потому что намотка-то простая. Поэтому... Минус 3 дБ на 20... Ну, это нормально. Это нормально. Так, давайте пощёлкаем. Что у нас там? Тридцать... Один, два вольта. Сорок... Ноль восемь. Пятьдесят... Ноль четыре. Шестьдесят... Ноль три. Семьдесят... Вот, на семидесяти, восьмидесяти... Вот, на восьмидесяти... Ну, где-то на восьмидесяти у нас получается... Короче, резонансик, наверное, небольшой. На восьмидесяти. Ну, тридцать килогерц даже не так же. Минус шесть дБ это, по-моему, в два раза, да? То есть, минус пятьдесят процентов. Но тут не в два раза. То есть, лучше, чем минус шесть дБ. Тридцать. Вот, сорок килогерц тоже минус шесть дБ. В два раза. Что там фаза, кстати? На двадцати... Десять... Двадцать... Ну, не так плохо. Не так плохо. Ну, теперь погнали вниз. Вниз... Вниз... Так... Добавим... Три вольта... О, 1,7. Так... Шестьдесят... Шестьдесят... Шестьдесят герц... Один в семь... Пятьдесят... Десят один из семь, сорок один из семь, тридцать один из семь, двадцать, один из шестьдесят два, ну тоже уже завальчик, десять, ну фаза как убегает. Блин, что-то по низам я думал будет лучше, так, ну и вот, подключил я значит, вот этот малепухонька ЕИ-96, который я когда-то для ЕИ-12 мотал, ну погнали, один килогерц, три на входе, один из шесть на выходе, вот такой вот. У нас треугольник, точнее прямоугольник на одном килогерце, давайте сразу десять, ну так, уже выброс побольше, побольше выброс, значит, наверное, завал будет, ладно, возвращаемся. Итак, что у нас там было в одном килогерце, один из шесть вольта, десять килогерц, на удивление один из шесть вольта, чуть меньше, ну давайте двадцать килогерц. Один пятьдесят шесть, ну вообще неплохо, вообще неплохо, двадцать килогерц, тридцать килогерц, слушайте, по ВЧ вообще нормально идет. Соро килогерц, один из шесть вольта, четыре двадцать килогерц, 2130, блин, вообще нормально. Пятьдесят, шестьдесят, восемьдесят, опять же, на восьмидесяти килогерцах какая-то небольшая кракозяра. Ну, вообще нормально 10 кГц 20 кГц Слушайте, да неплохо вообще Вообще неплохо На удивление Ну, тут тоже простейшая 3 плюс 2 Нормально, слушайте Неплохой трансик у меня получился Так Ну, тогда поехали вниз Поехали вниз Так 1.5 На 50 герцах Так, 100 герца 1.56 на выходе Ну, уже такой завальчик небольшой На 30 уже завальчик 20 Уже 1.3 вольта 10 герц Ну, короче, завал уже Ну, где-то с 40 герц Можно сказать, идет завал 10 герц Фаза, конечно, набегает Приличненько Так, ладно Берем выход, оставим 8 герц уже искажает 9 герц Тоже искажает Ну, 10 герц Ну, 10 герц Один вроде бы Нормальный Пойдет все равно Ничего ультра Ультра хренового нету Так, вернемся-ка мы Вернемся-ка мы Вернемся-ка мы Вернемся-ка мы Субтитры делал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»